Всем привет! Если вы интересуетесь китайскими новинками смартфонов, то у меня для вас есть интересный анонс. Семейство смартфонов Cubot пополнилось моделью King Kong Mini 2 Pro, ориентирована на ценителей компактных гаджетов. Новинка защищена от воздействия воды и пыли, оборудована сбалансированным железом и вскоре поступит в продажу по специальной цене. Сейчас, как всегда, цена в небесах, но скоро, когда наступит день распродажи, цена упадет до адекватной. Ждать осталось совсем недолго. Итак, что же по смартфону? Cubot King Kong Mini 2 Pro, как нетрудно догадаться, имеет дизайн мини, предназначен для удобного размещения в одной руке. Этот смартфон отличается сверхкомпактным корпусом, экран всего 4 дюйма и с разрешением QHD+, 1080 на 540 пикселей. Несмотря на свою компактность, он чрезвычайно крепкий и стойкий. Весь корпус изготовлен из нескользящего материала, левая и правая стороны изготовлены из металла высокой твердости, а все углы покрыты мягким пластиком для поглощения ударов. Малыш защищен от пыли и брызг по стандарту IP65 и дополнительно усилен по углам, чтобы справляться с падениями. Фронталка на 5 мегапикселей с функцией Face Unlock врезана в верхнюю рамку дисплея и не мешает просмотру полноэкранного контента. Сзади находится основная камера на 13 мегапикселей со светодиодной вспышкой. В который раз подведу итог с бюджетными устройствами насчет камер. Уверен, пользоваться будет можно, но сами камеры годятся на поснимать в дневное время, чтобы хоть какое-то качество картинки было. Ну или для подсъема документов каких-то припойдет. На шедевры в съемке не надейтесь. Хотя кто ж покупает бюджетники, чтобы увлекаться фотосъемкой? По железу же вот что. Аппаратная платформа гаджета включает восьмиядерный процессор Mediatek MT6762 или Helio P22. Выполнен по 12-нанометровому техпроцессу и имеет 4 ядра Cortex-A53 на 2000 МГц и 4 ядра Cortex-A53 на 1500 МГц. Также начинка имеет 4 ГБ ОЗУ и накопитель на 64 ГБ с поддержкой microSD до 128 ГБ. Емкость аккумулятора новинки составляет 3000 мАч. Зарядка производится через порт USB Type-C. Про быструю зарядку не заявлено. С такими габаритами устройства, думаю, что батареи должно хватить на день минимум. Набор интерфейсов устройства включает модуль навигации с поддержкой GPS, GLONASS и Beidou, двухдиапазонный Wi-Fi и Bluetooth 5.0. В общем, все стандартно. День распродажи должен начаться 22 августа, то есть совсем скоро. И по традиции компания Cubot разыгрывает 10 таких защищенных смартов. Условия простейшие, как всегда. Подписка на их ресурсы, лайки и все в этом духе. Ссылки на сам смартфон и на розыгрыш оставил для вас в описании. Напишите, что думаете насчет этого малыша. Или может у вас, кстати, есть предыдущий смартфон King Kong Mini не прошка. Если есть, расскажите в комментариях, как он вам, как ваш опыт эксплуатации. А пока я с вами прощаюсь. Всего вам хорошего, скоро увидимся. И не забудьте про 22 число. Кого заинтересовал смарт, присмотритесь. Может он вам подойдет и будет классным. Хотя цена, я думаю, будет примерно около 100 долларов. И за эти деньги он должен быть вполне годненьким. Плюс маленький, удобный. Итак, еще раз. Всем до свидания, удачи и пока.